Так выглядят улицы Петропавловки. Здесь нет ни одного уцелевшего дома. Всё повреждено осколками снарядов. Окупанты обстреливают село каждый день. Вот здесь, по нашей улице, вот здесь и десятка нет дворов. Всё побито, всё. По этой стороне трое только живёт. Мы же с газом были. Раньше мы жили прекрасно. Газ, свет, вода были. Сейчас нет ничего. Раисе 75 лет. Она не хочет выезжать из села и держится за родную землю. Говорит, обстрелы пересиживает в подвале. Во время затишья ходит за дровами, чтобы была возможность приготовить еду. Я верю, что скоро всё это закончится, и дети мои будут все на месте. На это только надеюсь. Людмила отправляет в эвакуацию дочь и внука. Они продержались больше года. Во время обстрелов прятались в подвале. Однажды снаряд прилетел прямо под окна дома, разбив огромное дерево. Ребёнок есть, и надо как-то за ребёнком проживать и думать. И так он у нас много сидел, перетерпел. Просто надоело уже. Есть куда ехать? Ну, до родича пока поедем. В селе Петропавловка раньше жили несколько тысяч человек. Сейчас едва ли можно насчитать несколько десятков жителей. Остались самые стойкие. Вот верите, жалко свой дом бросать, жалко от этих собак бросать и вообще. Что судьба наименовала, то и будет. Дом жалко. В доме всё есть. Дом, ну как, ты ж его наживал, ты ж рабы, хозяйство. Всё равно, даже вот собака, ну, он плачет, собаку, как её, кошку оставить. Жалко всё. Всё жалко. Всё. Смотришь, как оно всё такое разбитое. Всё с Богом, чтоб нормально долихло. Волонтёры стараются заранее вывозить людей, чтобы не было паники и массовой эвакуации. Комитеты самоорганизации населения общин указывают в заявке желающих выехать. Бывает, эвакуируют сразу несколько десятков человек. А иногда одно или две семьи. Люди уезжают, когда там нет света, нет газа, нет воды и когда сильно прилетает. Это очень плохо, что люди быстро привыкают к войне. Многие люди говорят, а куда мы поедем? Мы на вокзале будем жить? Я говорю, нет, есть шелтер. Мы сделали видео, которое мы показываем людям. Там они могут жить сколько угодно, если им некуда ехать. А могут приехать в Харьков, оформить документы и поехать к родственникам. Людмила с детьми живёт в шелтере полтора месяца. Она из котляровки Купинского района. Рассказывает, жить под обстрелами было очень страшно. Атаковали их небольшое село ежедневно. Перебрались мы сюда 29 января, потому что к нам прилетела ракета кассетная. С детворой я здесь. Трое детей. Дочка Полина, Стасик, Никитка и я. Здесь всё хорошо. Не на что жаловаться. Сейчас в шелтере живёт 140 человек. Жильё им предоставляют бесплатно. У нас живут ВПЛ. Внутренне перемещенные лица с лета. Они выезжают, приезжают. А массовый заезд у нас начался в конце декабря 2022 года из Купинского района. И вот максимально заселено сейчас. За последние несколько дней российские оккупанты обстреливали населённые пункты Купинского, Чугуевского и Харьковского районов области. Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов. В сёлах и посёлках повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Только за сутки 16 марта из прифронтовых посёлков и сёл были эвакуированы 24 человека.